Ядерную физику можно без преувеличения назвать главной наукой 20 века. Ведущие мировые державы ожесточенно боролись за первенство в этой области. Ведь оно сулило ни много ни мало господство на планете. После Первой мировой войны, войны нового типа с ее новейшими технологиями массового убийства людей, человечество, казалось бы, должно было ужаснуться от содеянного. Ужаснуться достаточно, чтобы не допустить повторений. Однако, мы знаем, что результаты Первой мировой не удовлетворили никого, и предчувствие новой войны висело в воздухе. А вместе с новой войной мир ждал и появления нового оружия, еще более жестокого и разрушительного. Так кто первый начал ядерную гонку? Исследования стартовали в 30-е годы, практически одновременно в нескольких странах. В фашистской Германии, которая активно готовилась к континентальной войне. В США, которые, безусловно, эту войну ожидали. В молодом Советском Союзе, встающем на ноги и грязищем у мировой революции. Но обо всем по порядку. В декабре 1938 года немецкие физики Отто Ганн и Фридс Штрассман впервые осуществили искусственное расщепление ядра атома урана. Уже через пару месяцев профессор Гамбургского университета Пауль Хартек писал об этом в военные ведомства. Он говорил о необходимости развития подобных исследований и утверждал, что та страна, которая первой овладеет технологиями, будет иметь превосходство над остальными. Военные отреагировали немедленно. В июне 1939 года началось проектирование реактора. А 26 сентября был запущен сверхсекретный урановый проект, над которым работали ведущие немецкие и австрийские физики, в том числе знаменитый Ханс Гейгер. Предполагалось, что создать ядерное оружие удастся в течение года. Однако первый немецкий реактор, так называемая урановая машина, был построен лишь в феврале 42-го. А 23 июня реактор взорвался по непонятным причинам. Этот инцидент считается первой в истории атомной аварии. Соединенные Штаты внимательно следили за немецкими разработками. Рейх был просто наводнен шпионами. В июле 1939 года физики составили письмо американскому президенту Рузвельту. В письме ученые предупреждали о возможно запущенном проекте Германии, в рамках которого создавалось разрушительное оружие нового типа. И настаивали на увеличении финансирования отрасли. Исследованиями по обогащению урана занималась лаборатория в Чикаго, а руководил ей нобелевский лауреат Энрико Ферми. Он-то впоследствии и создал первый успешно работающий ядерный реактор 2 декабря 1942 года. Американское правительство серьезно отнеслось к словам ученых. Осенью 1939 года был организован Урановый комитет. Спустя несколько лет он перерос в глобальный проект «Манхэттен», целью которого была разработка ядерного оружия в сжатые сроки. В проекте было задействовано до 130 тысяч человек. Примечательно, что об истинных целях «Манхэттена» знало лишь несколько десятков специалистов, среди которых были и немецкие ученые. В рамках проекта также производился активный научный шпионаж в Германии. От военных проектом руководил генерал Лесли Гроувс, сделавший карьеру на постройке здания Пентагона. А от ученых физик довольно средней руки Роберт Оппенгеймер, оказавшийся гениальным менеджером. Под его управлением работали более именитые ученые, чем он сам. Однако именно Оппенгеймер считается отцом атомной бомбы. Вступление США в войну ускорило работу. 16 июля 45-го был произведен первый в мире атомный взрыв. Бомба называлась «Гаджет». Присутствовавшие на испытаниях говорили, что в жизни не видели ничего более величественного. Вспышка была ярче тысячи солнц, отливала всеми возможными цветами, а песок на полигоне превратился в стекло. Оппенгеймер дал испытанию название «Троица», позаимствовав его из священных сонетов британского поэта Джона Дона. Американцы поистине почувствовали себя властелинами планеты. Циничное решение о бомбардировке Японии новым оружием было принято моментально. Хотя практически необходимости в этом не было. Страна и так подвергалась регулярным налетам и была на грани капитуляции. Тем временем в Германии уже к 1943 году работы сильно затормозились. Причиной были многочисленные неудачи и недостаточное финансирование. Известно, что правительство Рейха потратило на ядерную программу в 200 раз меньше средств, чем американцы на проект Манхэттен. К тому же немцы лишились уникального завода по производству тяжелой воды, ключевого компонента, необходимого для осуществления ядерной реакции. Завод находился в оккупированной Норвегии. В феврале 1943 года со второй попытки его уничтожили норвежские диверсанты. Работы в промышленных масштабах стали невозможны. Да и руководство Германии решило сделать ставку не на эфемерного ядерного журавля, а на вполне осязаемую синицу в виде люфтваффа и артиллерии. В последние годы войны приоритет в немецких исследованиях был отдан традиционному оружию. Тем не менее, работы продолжались, и 23 марта 1945 года в Берлин из местечка Хайгерлох было доложено о запуске ядерного реактора. Он, однако, не сумел развить критическую массу, необходимую для взрыва, а уже через месяц в Хайгерлах вошли американские войска. Так немецкая ядерная программа и завершилась. 6 августа бомба «Малыш» была сброшена на Киросиму, что одномоментно убило до 80 тысяч человек. 9 августа бомба «Толстяк» упала на Нагасаки. Готовилось еще несколько ядерных ударов, в том числе по бывшей столице Киото, что унесло бы несоизмеримо больше жизни. Но, к счастью, по разным причинам удара так и осталось два. События в Японии привели мир в ужас и навсегда изменили политическую обстановку. С этого момента Советский Союз невероятно ускорил производство собственного ядерного оружия. Интересный факт. Когда президент Трумэн в Потсдаме сообщил Сталину об успешном испытании, тот сделал вид, что не расслышал. Советская разведка была прекрасно осведомлена о проекте «Манхэттен», и украденные американские технологии легли в основу советских разработок. Также стоит отметить, что проект привел к похолоданию отношений между Соединенными Штатами и Великобританией. В команде сильнейших мировых ученых находились и британские физики. Однако правительство штатов отказалось поделиться результатами исследований с королевством, и обиженным британцам пришлось все делать самим. В чем они, впрочем, преуспели. Тем временем советская ядерная программа набирала обороты. После разгрома Германии по всей стране проводился поиск физиков-ядерщиков. Их вывозили в Союз. Для них был организован исследовательский институт в Сухуми. Также НКВД обнаружил и конфисковал немецкое урановое сырье. Оно и стало основой первой советской ядерной бомбы. Ядерные исследования в СССР проводились с 30-х годов, но вступление в войну переключило внимание правительства на более насущные проблемы. Не до того было. При этом описание устройства первой американской бомбы уже через 12 дней после сборки было представлено в Москве. Советская агентура пристально следила за проектом «Манхэттен» с самого его запуска в 1942 году. И тогда же было издано сталинское постановление об организации работ по урану. Это и считается вступлением СССР в ядерную гонку. Однако ускоренными темпами СССР вступил на этот путь уже после войны. 6 ноября 1947 года Молотов сделал резонансное заявление о том, что секрета ядерной бомбы более не существует. Американцы расценили его слова как «блеф». По их подсчетам, русские должны были овладеть технологией лишь к 1952 году. Но это случилось уже в 1949. 29 августа на Семипалатинском полигоне в Казахстане через 4 года после американской взорвалась первая советская ядерная бомба РДС-1. Она являлась фактической копией толстяка, сброшенного на Нагасаки. Ведь суперсекретные американские исследования были давно известны советским ученым. Скрыть факт взрыва не удалось. Уже через 5 дней самолет Метеорологической службы США взял пробы воздуха в районе Камчатки и обнаружил радиационное загрязнение. 23 сентября президент Трумэн выступил с заявлением о том, что им известно о ядерном взрыве на территории СССР. На что ТАСС довольно игриво отметил, что, мол, у нас в стране много масштабных строек и мы все время что-то взрываем. А что касается атомного оружия, так вам же товарищ Молотов давно все объяснил. С этого момента мир впадает в ядерную истерику. Только за 51 год США произвели 16 взрывов, а за всю историю более тысячи. Американская военная пропаганда раскручивает культ бомбы, объясняет гражданам, что бояться не надо. Появляется так называемый ядерный туризм, когда ты приезжаешь в Лас-Вегас и, помимо посещения казино и ресторанов, можешь прямо из бассейна своего отеля понаблюдать взрыв, происходящий на Невадском полигоне в 100 километрах от тебя. Журналистов и подавно приглашали прямо на испытания. Появились открытки и красочные рекламные проспекты с приглашением посмотреть учения. Заряды рвались на земле и под землей, в небе, под водой и даже в космосе. В 52 году Великобритания производит первое успешное испытание под названием «Ураган» у берегов Австралии. Это событие позволило говорить уже о так называемом ядерном клубе. Через 8 лет в клуб вступила Франция, а через 12 — Китай. Однако Британии уже было не угнаться за лидерами ядерной гонки США и СССР. Они вовсю работали над созданием еще более смертоносной термоядерной или водородной бомбы. Не вдаваясь в научные подробности, ее можно описать как усовершенствованную версию ядерной бомбы, но с неограниченным запасом взрывной мощности. Если заряд первых устройств измерялся в килотоннах, то в данных проектах речь шла уже о мегатоннах. 1 марта 54 года на атолле Бикини в Тихом океане было проведено испытание термоядерной бомбы под названием «Кассл Браво». Этот взрыв до сих пор остается самым мощным в истории американской ядерной программы. Его сила достигала 15 мегатонн, что сопоставимо с тысячей хиросимов. Гриб поднялся на высоту в 40 километров. Часть атолла ушла под воду. Японское рыболовецкое судно, находившееся в 170 километрах от эпицентра, оказалось в зоне выпадения радиоактивного пепла. Все моряки получили облучение, а один из них через полгода умер. Зараженным оказался и улов, причем не только у данного корабля. Этот инцидент стал причиной протестов против ядерных воспитаний по всему миру. Сам атолл бикини стал непригоден для жизни, несмотря на заверения американских властей. А слава его была столь велика, что парижский модельер Луи Риар назвал в честь атолла раздельный женский купальник – бикини. Но до настоящего осознания губительности безумной гонки было еще далеко. Советский Союз стремился создать самую большую бомбу – царь-бомбу. Над проектом, среди прочих, работал Андрей Сахаров, ставшим одним из самых известных диссидентов и пацифистов впоследствии. Испытание «царь-бомбы» прошло в 1961 году. 30 октября на Новой Земле с высотой 11 километров была сброшена самая мощная бомба в истории – изделие 602. Мир решил, что это и есть та самая Кузькина мать, и которой Никита Сергеевич Хрущев говорил во время поездки в США. Конечно, Хрущев имел в виду совершенно не это. Он был раздосадован достижениями заморского народного хозяйства и сказал, мол, что мы вам еще покажем. Однако загадочное выражение американцам запомнилось и требовало пояснения. Оно и наступило. Состоялся самый чудовищный взрыв в истории – мощностью в 58 мегатонн, примерно 4000 керосим. Взрывная волна догнала улетающий бомбардировщик в 115 километрах от эпицентра и опалила обшивку. Она обогнула планету три раза. Вспышку видели в Норвегии, Гренландии и на Аляске. На расстоянии более 700 километров на острове Диксон в домах выбило стекла. Такая бомба могла бы полностью уничтожить город вроде Лос-Анджелеса. Как выяснилось, советские ученые имели возможность собрать заряд в два раза более разрушительный. Но не вполне могли просчитать последствия для всей планеты. Однако и этого взрыва оказалось недостаточно, чтобы остановить безумие. Времена изменились. Бомбардировщик слишком лакомная цель для ПВО, он не долетел бы до Америки. Нужны были другие средства доставки ядерных зарядов, и они уже имелись. В том же 1961 году США разместили 15 ракет Юпитер в Турции, в районе города Измир. Дальность их полета достигала 2400 километров и представляла прямую угрозу европейской части СССР. В ответ Советы в 1962 году разместили свои ракеты на коммунистической Кубе, создав опасность для Флориды и даже для Вашингтона. Эти события известны как Карибский кризис. О них много рассказано, не будем углубляться. Добавим лишь, что никогда мир не был так близок к апокалипсису, как тогда. Может быть, только сейчас. Тогда, в 1962 году, благодаря фантастической выдержке политиков, ядерной войны удалось избежать. СССР убрал ракеты с Кубы, а американцы из Турции. Эти события всколыхнули мировое антивоенное движение. Им посвящено почти все тогдашнее искусство. В том числе черная комедия Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджелов. Как я научился не волноваться и полюбил ядерную бомбу». Случилась так называемая «разрядка», итогом которой стало подписание в 1963 году Московского договора о прекращении испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Но договор не запрещал взрывать на Земле и под землей, чем подписанты и воспользовались. Прекратилось ли производство смертоносного оружия? Конечно, нет. Более того, в ядерный клуб вступали все новые государства. В данный момент в нем находится 8 стран. США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Северная Корея и Пакистан. Не доказано наличие подобного вооружения у Израиля, у которого к этому вопросу подход такой. У нас атомной бомбы нет, но если надо будет, мы ее применим. Ядерными державами могли бы быть Украина, Белоруссия и Казахстан, не передая они оружие России. Примечательная история ЮАР. Первого в мире государства, добровольно отказавшегося от владения ядерным оружием. Все эти новые члены клуба осуществляли собственные взрывы. Их специалисты не всегда были достаточно опытны, и ситуация явно выходила из-под контроля. В 96-м году ООН предложила к подписанию договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако он до сих пор находится в подвешенном состоянии, так и не принят. Ведь США его так и не ратифицировали, а Пакистан с Индией даже не подписали. Угрожал ли раньше кто-то из обладателей ядерного оружия его применением? Да. Великобритания дважды. В 61-м Китаю, а в 82-м Аргентине. США в 60-е устроили пару очень опасных операций, когда границы СССР патрулировали стратегические бомбардировщики Б-52 с атомными боеголовками на борту. Можем вспомнить здесь знаменитую ядерную шутку Рейгана, которая чуть не привела к войне в 84-м году. Перед традиционным обращением к нации президент решил проверить микрофон фразой «Мои соотечественники и американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через 5 минут». Шутку не оценили ни в СССР, ни в Штатах. Она вызвала панику, а впоследствии сильно ударила по рейтингу президента. Хрущев тоже юморил. В 58-м году он поинтересовался у сенатора Губерта Хэмфри, откуда тот родом, услышав, что из Миннеаполиса нашел город на карте и обвел карандашом. Это, мол, уважаемый, чтобы мы не забыли, куда стрелять не нужно, в случае чего. Но гораздо чаще Никита Хрущев использовал полунамеки на повышенных тонах. Особенно опасно это выглядело во время урегулирования статуса Берлина, когда строили Берлинскую стену. Хрущев вообще регулярно терял самообладание на международных встреч. Чего не скажешь о Владимире Путине. Этот человек шантажирует мир с абсолютным покерфейсом и, похоже, испытывает наслаждение. Впервые он намекал на возможное применение ядерного оружия еще в 2008 году, когда возникли разговоры о присоединении Украины к НАТО. А сколько угроз из России прозвучало за последний год, уже не поддается исчислению. Мир больше не боится Путина. Теперь ядерная риторика стала обычным делом. Она слышна все громче со всех концов планеты. Совершенно очевидно, что ядерное оружие привело в восторг то поколение, на глазах которого оно появилось. Шутка ли, одна бомба может содержать в себе такую мощь, которая сотрет целый город с лица Земли. В одну секунду можно сделать то, на что уйдут годы войны конвенциональным оружием. Возникает оружие, способное в один момент и навсегда прервать историю человечества. От орудий, способных уничтожить людей, прогресс скакнул к орудию, способному уничтожить все человечество и планету. Но очень быстро, особенно с обретением ядерного паритета между двумя сверхдержавами США и СССР, стало понятно, что ядерное оружие может выполнять любую роль. Оно может выполнять роль угрозы, сдерживающего фактора, предмета торга и договоренностей, взаимных ограничений. Но не может быть средством ведения войны. Вопрос о применении ядерного оружия любой страной стоит далеко за пределами любых прогнозов и любых правил. Сам этот вопрос находится в пространстве выживания человечества как вида. Ядерный конфликт – это физическое самоубийство для тех, кто его начинает. Сегодня ядерное оружие – прекрасный инструмент для того, чтобы такие страны, как Россия, могли не переживать об агрессивной интервенции на свою территорию. Но это же оружие бесполезно в случае, если такая страна решила совершить интервенцию на чужую территорию сама. Ведь сдерживать потенциальной угрозой можно, но наступать ею нельзя. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова